МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу Место происшествия в студии Полины Зайцева. В ближайшие минуты информация о самых громких происшествиях в регионе. Смотрите сегодня в выпуске. Полица, поедем? Трое пьяных нижегородцев перевернулись на лодке в Сурмовском районе. Крупная авария в районе Борского моста. На подъезде к переправе столкнулись несколько автомобилей, включая несколько большегрузов. Я никак не думал, что он начнет двигаться. Женщину с ребенком отправили в травмпункт в результате аварии в Сурмовском районе. И за ней я трамвай не увидел. Авария на проспекте Ленина. Водитель иномарки протаранил трамвай. Меня почему-то не вносят в схему размещения объектов. Сотрудники полиции накрыли незаконную торговую точку по продаже автомобильных масел и стеклоочистителя. Спасатели и медиков вызвали очевидцы неудачной поездки на лодке трех пьяных нижегородцев. На глазах многочисленных очевидцев на одном из озер Сурмовского района перевернулась лодка с тремя пьяными мужчинами. Трое мужчин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решили на себе проверить поговорку про «море по колено». В качестве моря выступило озеро на бульвале Юбилейном. А в качестве средства передвижения – лодка, которую мужчины взяли в прокат здесь же. После неудачной попытки лодка перевернулась, а двое ее пассажиров самостоятельно выбрались на берег. И, забыв про своего товарища, отправились отдыхать дальше. В больницу поедем? А? Приемный какой? Нет. Несмотря на отказ пострадавшего от госпитализации, медики сочли нужным доставить мужчину в приемный покой ближайшей больницы. Женщину с ребенком отправили в травмпункт в результате аварии в Сурмовском районе. На улице Кима столкнулись легковой автомобиль и КАМАЗ. Виновником ДТП стал водитель иномарки, который протаранил грузовой автомобиль. В результате столкновения бензобак КАМАЗа дал течь, и на дорогу вытекло топливо. Пожарные заливают КАМАЗ водой. Это последствия аварии, произошедшей на улице Кима. Выезжая на перекресток, водитель иномарки, судя по всему, не рассчитал скорость и пробил бензобак грузового автомобиля. Произошел столкновение двух автомобилей, пострадавших нету. Произошел розлив топлива, который сейчас устраняем. Пострадавших нет, но на всякий случай женщину с ребенком, находившихся в салоне иномарки, медики доставили в травмпункт. Сам водитель остался на месте дожидаться сотрудников ГИБДД, которым теперь и предстоит разобраться в случившемся. Я ехал с стороны Дубравной. Я ехал, подъезжая к этому перекрестку. Водитель КАМАЗа высунул часть кабины. Ну, убедиться, есть машина, нет. Но я никак не думал, что он начнет двигаться. Я его не увидел, выехал, а он не успел затормозить. Водитель грузовика заявил, что его автомобиль серьезно не пострадал, а после того, как прибудут сотрудники ГИБДД, он сможет своими силами отогнать КАМАЗ. А вот водителю Хёндай сделать это без посторонней помощи теперь вряд ли получится. Андрей Яганов, Артем Кичемасов, Илья Улинков. Специально для места происшествия. Крупная авария в районе Борского моста. На подъезде к переправе столкнулись несколько автомобилей, включая и большегрузы. Движение в сторону Нижнего Новгорода было полностью парализовано. По всей дороге на протяжении 50 метров разбросаны запчасти и номера машин. По минимальным подсчетам участниками ДТП стали 6 автомобилей. Три легковых и один грузовой. Также пострадали две фуры, перевозившие груз. Больше всего досталось именно легковушкам. После полученных повреждений иномарки восстановлению не подлежат. Авария на проспекте Ленина. Водитель иномарки протаранил трамвай. В ДТП, к счастью, никто не пострадал, если не считать пассажиров электротранспорта. Люди в салоне трамвая были явно возмущены тем, что поездка так неожиданно закончилась. Пробка из трамваев образовалась на проспекте Ленина далеко не из-за проблем с электричеством. Всему виной владелец вот этой Митсубиси, поторопившийся на переезде через пути. По словам самого водителя, причиной ДТП стало случайное стечение обстоятельств. Сам автомобиль серьезно не пострадал. Деформацией подверглись только передняя дверь со стороны пассажира и колесо. А в это время внутри самого трамвая страсти только накалялись. Претензий к водителю легковушки у пассажиров не было. Все свое недовольство они адресовали кондуктору трамвая. Я еду в транспорт. Меня не доставили до местного назначения. Почему? Мне не вертают деньги. Я верну билеты, мне деньги всего лишь. Я пересяду на троллейбус и поеду дальше. Там местное назначение, куда мне надо. Но у кондуктора на этот счет было свое мнение. Да, идите в кассу, в директору, и вам эти деньги не вернут. Я пересяду на троллейбус, меня дайте выйти. Я вам ничего не отдам. Теперь водителю Митсубиси предстоит оплатить штраф за простой всех трамваев. И вот уже из этих денег пассажирам смогут оформить возврат. Андрей Яганов, Артем Кичамасов, Илья Улинков. Специально для места происшествия. Сотрудники полиции накрыли незаконную торговую точку по продаже автомобильных масел и стеклоочистителя. В адрес управления МВД России по городу Нижний Новгород поступило заявление от граждан о том, что по адресу город Нижний Новгород, деревня Ольгина, около дома 1, вдоль дороги по проспекту Гагарина, установлен без разрешительных документов контейнер, в котором организован машиномонтаж, торговлю машинным маслом различными стеклоочистителями. Посетив эту торговую точку, полицейские установили, что данный гражданин осуществляет продажу в неотведенном для этого месте. В отношении нарушителя был составлен протокол об административном правонарушении. Часть продукции была изъята. Сам предприниматель в случившемся своей вины не видел. Меня почему-то не вносят в схему размещения объектов нестанкционарной розничной сети. Почему, я не знаю. Вот, пожалуйста, все мои заявления. Почему до сих пор мой вопрос не рассмотрели, я не знаю. Теперь, в соответствии с кодексом об административных правонарушениях, горе предпринимателя может ждать наложение штрафа в размере от 500 рублей до 2000 рублей. На этом пока все. Если вы стали очевидцем какого-либо происшествия, или у вас есть интересное видео, звоните к нам в редакцию по телефону 212-9-112, или пишите нам в интернете адрес электронной почты программы указан на экране. Эфир продолжит служба новостей город с Марией Зелинской. Оставайтесь на Первом городском.